...шаги, плюс к этому его быстрые лыжи тоже хорошо выносят. Вот здесь он очень опасен. Здесь он перехватил на прошлом этапе, на этапе четвертьфиналов, инициативу. И сейчас он тоже выходит вперед, но Устюгов к этому готов более. Отвечает тут же и начинается хождение по ногам. Ну что же это такое? Что же это за фехтование на палках получается? И в итоге два топ-фаворита выпускают одного фаворита второго плана, а также совершенно спокойно по краю вышел и Пеллегрино. После такого сбоя, конечно, очень трудно включиться снова. По мышцам идет судорога, но они еще не потеряли свои шансы. Хотя, конечно, несколько уменьшили. Что за вид спорта у нас сейчас был на экране, интересно бы определить. Федерико Пеллегрино уходит в отрыв в этом тигуне, даже не используя палки. Два норвежца за ним следом, по пятам. Но он сегодня очень быстрый, очень техничный, он лучше в гору выглядит. Клеба закатывает вторым. Третье место у Скара. И Устюгов, Дефабиани и Хэмилтон проходят практически. Ну вот, начинаем. Начинаем сейчас еще и боксом заниматься. Это уже напоминает нам хоккейные матчи. Но любители контактных видов спорта, наверное, сейчас были чрезвычайно довольны. Однако этот новый жанр, не знаю, любителям классики, не понутру. Ну а теперь смотрим. Клеба смещается, идет просто-напросто по лыжам. Он находится несколько впереди, но он не вышел настолько вперед, чтобы вот так по лыжам ездить. И с одной стороны, конечно, есть большие претензии к Клеба и возможности подходить с этими претензиями к судейской коллеге. И с другой стороны, когда вручную начинается разбирательство после финиша, это снижает шансы на благополучный исход, если такой процесс будет у Устюгова. Нервы тут не выдержали, конечно. Эмоции захлестывают. Обида за неучастие в Олимпиаде тоже, конечно, каждый раз поднимается волной расплавленного свинца. Но вот это не допускается. Равно, как и недопустимо, конечно, вот так вот ездить. Ну и не знаю, что в итоге. В итоге пока... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...